Сейчас мы делаем что-то новое. Каждый говорит, говорите в своем кругу, выясняете, какой вопрос задать, и тогда представитель из круга подходит к микрофону и задает вопрос. Понятно? Пожалуйста. Начинаем. Женщины, мужчины, пожалуйста. Какой вопрос, где круг, круг как один, какой вопрос хочет задать? У меня есть вопрос, который горит у меня уже в течение двух дней. Дело в том, что вчера у нас был семинар, мы говорили о вопросах. Как Рак сказал, некоторые группы, это был урок только 12, он сказал, некоторые группы говорят о вопросах, но не чувствуют, что они хотят найти ответ как одно целое. Мой вопрос такой, то есть мы что, не подчиняемся правилам семинара, что мы не приходим к этому ощущению? Почему это? Потому что есть какое-то секретное правило, которое мы упускаем и не слушаем достаточно друг друга. Что мы упускаем из виду, чтобы прийти к этому ощущению, что мы получаем ответы из центра круга. Что это? То есть я имею в виду, я честно, я действительно это ощущал и думал об этом. Я не мог заснуть, заснуть два часа, потому что это очень принципиальная вещь, я так думаю, чувствительность, которая нам не достает. Может быть мы думаем о чем-то другом, может быть немножко уходим от этого и мы не можем уже вернуться в круг со своей концентрацией. И я чувствую, что все наше продвижение зависит от этого вопроса. Вчера Раф сказал, что часть групп не пытаются почувствовать себя одним целым. И получить ответ из центра круга. То есть чего нам не достает, что мы не соблюдаем правила семинара, когда мы подходим к этому, или есть какой-то скрытый закон, может быть я говорю глупости, может быть это заинтересует только учеников, что нам не достает ощущения, чтобы мы почувствовали, что наш разум просто уводит нас из центра круга, и мы не обращаем на это внимания. Если мы придем к этому, мы сможем продвигаться к цели без всяких препятствий. Что мы должны сделать? Должны сформировать вопрос? Нет, не мы, а вопрос, когда я должен сделать это? Сколько минут у нас еще осталось? Мы должны говорить, мы будем продолжать. Значит так. И я хочу добавить, это то, что сказал Раф. И я думаю, что сегодня я уже потерял время. Нужно научиться тому, как подниматься целенаправленно, и я это не очень уловил. Как целенаправленно создавать падение и подъемы, и я думал, что я научусь этому, и я не уловил. Поэтому у меня очень большая потребность, как целенаправленно создавать подъемы и падения. Мы должны говорить в микрофон, потому что Раф нас слушает. Может, мы можем получить вопросы. Может, мы можем получить вопросы из-за границы тоже, из-за границы. У нас еще один вопрос. Раф просил. Никто не знает. Это касается поручительства между десятками. Я не обратил внимания еще пока, как мы можем организованным образом, или как пришли ли мы к вручительству между десятками. Как я понимаю, не знаю, как для вас, но для меня я не слишком занят. Я не очень занят, может быть, Джизеппе или Вампир занят. Я все еще не слишком этим занят. У меня все еще нет времени соединиться еще с новыми товарищами, перемешаться с ними. У меня все еще не получилось организованным образом встретить новых товарищей. Мы даже не говорили об этом. Нужно ли это? Это значит, что мы постепенно замыкаемся в десятки. Мы сидим вокруг одного стола, частично в четырех стенах. Где выход из отдельной десятки? Где же организация, чтобы это было организованным образом, где мы могли бы встретить другие десятки? Я не ожидал того, что я буду чувствовать это как проблемы, но вот у меня это возникло. Раф спрашивает, Вы хотите, чтобы вопросы пришли извне или заграничную группу услышать? От десяток из-за границ, да. Моша написал в педактику и они этим займутся. Окей, вопрос общий. Мы можем зачитать то, что мы получили до сих пор. У нас есть несколько товарищей, которые говорили, и есть вопрос. Часть групп не приходит к одному вопросу внутри группы. Может быть, им не хватает чего-то? И еще вопрос. Как контролируемо, целенаправленно создавать подъемы и падения? Вопрос, что такое поручительство между десятками? Где находится выход из моей десятки? Правильно. Это вопрос после Конгресса. Мы должны подумать, как продолжать работать. На самом деле, практически, как мы можем уже в существующих десятках продолжать начатый процесс, уже созданный десятки. Можем ли мы продолжать в них работу? Как мы можем работать с этим? Я не знаю. Я не знаю. Форма, в которой я чувствую вопросы Рава, это то, что мы должны прийти к одному вопросу, и то, что мы пытаемся сделать, если каждый задаст вопрос, и потом мы выберем вопрос, или мы что-то вместе постараемся выстроить. Я не понимаю беспорядок, который у вас там происходит. Все время болтаете. И что мне нужно делать? Слушать вас или отключиться от вас? Я не понимаю. Есть какой-то круг, который хочет задать вопрос. Вы выбрали вопрос. Если вы не можете, так пусть каждый задает отдельно. Пожалуйста, подойдите к микрофону и спросите. Пожалуйста, пожалуйста. Ну вот там женщина. Вперед. Да, тот кто хочет задавать, пусть подойдет к микрофону и задаст. Пожалуйста. Пожалуйста. Раф, я только фокус-группу перевозил. Добрый вечер, я Рената. Мой вопрос... Здравствуйте, меня зовут Рената, я из Вены. Я первый раз на конгрессе. АПЛОДИСМЕНТЫ Моя вопрос, что... В каждой деятельности в этом мире начинается с эго. В каждой деятельности начинается с эго, или нет? Мой вопрос... Каждое действие, которое мы производим в этом мире исходит от эгоизма. Говорит ли это о том, что любое мое действие в своей основе это то же самое? Да. Все, что мы делаем, мы делаем только исходя из эгоизма, нет никакой разницы между нашими действиями, кроме того, что есть эгоизм больше или меньше, но все действия эгоистические только ради самого человека или кому-нибудь во зло. Это то, что мы делаем. Вот и все. Тогда как существует методика, которая называется наука Каббала, которая помогает человеку прийти к действиям, которые не исходят из эгоизма человека, а наоборот исходят из желания отдавать, давать, из любви, хорошего отношения к ближнему, заботы о ближнем. Эти действия основаны на желании ближнего, не на желании того, кто их производит. То есть, если я хочу давать кому-то, делать действие не эгоистическое, я должен взять его желание, этого человека, точно знать, чего он хочет, и тогда работать для того, чтобы заполнить его желание. Такое действие поднимает меня над ощущением этого мира, над обычной жизнью. И тогда я раскрываю, что в мире действует сила, которая называется сила отдачи, сила любви. И мир тогда кажется мне совершенно другим, чем то, что я вижу и чувствую сейчас. Потому что то, что сегодня мы воспринимаем, мы воспринимаем всё в эгоистическом желании, в желании получать. Тогда как, если я работаю для того, чтобы давать, я также и воспринимаю мир в желании давать. И это мир противоположный, который называется высший мир. Большое спасибо, Раф. Битта. Раф, уже есть готовые вопросы из Петактиквы. Дорогой Раф, я очень рад находиться здесь. Меня зовут Брайт, я из Англии. Я хотел бы знать, что является самым хорошим с вашей точки зрения действием в Европе распространять науку кабалу или интегральное воспитание. С чего мы должны здесь начать? Мы говорили об этом, что существует два типа людей. Согласно развитию, есть человек, который спрашивает, в чём суть жизни, зачем мы живём, в чём секрет жизни. И он спрашивает о жизни, которая выше на самом деле жизни. Откуда жизнь, как это заканчивается, почему так это устроено. Эти люди требуют науку кабала, потому что их вопросы о причине мироздания. Причина мироздания – это творец, и наука кабала раскрывает нам его. И тогда мы уже получаем ответы на все эти вопросы. А есть люди, которые спрашивают только то, что происходит внутри этой жизни. Они не спрашивают до рождения, после смерти, и вообще о сути жизни. А так вопросы, как лучше устроиться в жизни. Как лучше устроиться, об этом говорит интегральное воспитание. И так мы должны разделять, то есть не по странам, не по слоям населения, а по самому человеку. Тот, кто требует смысла жизни – кабала, а тот, кто требует просто знать о жизни – интегральное воспитание. Но и то, и другое. И кабала, и интегральное воспитание, по сути дела, говорят о том, что мы находимся в особом мире, в котором действует особая сила. Одна сила, кроме которой нет ничего. И мы должны прийти к объединению между собой. Потому что мир интегральный, он внуждает нас к этому, если мы говорим о науке кабала. Извините, если мы говорим об интегральном воспитании, мы говорим мир глобальный. Это все маленькая деревня, все взаимосвязано, поэтому мы должны быть хорошо вести себя друг с другом. Мы тогда будем соответствовать природе, и нам будет хорошо. А людям, которые требуют смысла жизни, науке кабала, мы объясняем, что есть единственная сила, которая действует. Наша цель – отождествить себя с ней, быть в совпадении по свойствам с ней. И тогда нам будет хорошо. Я говорю то же самое и тут, и тут, только другими словами. Суть слов другая. Вот и все. Поэтому, кому давать науку кабала, кому давать интегральное воспитание, это зависит от человека, что он спрашивает. Пожалуйста. Здравствуйте, Роб. Здравствуйте, Роб. Наш вопрос касается молодежной группы. Это касается и того, как я могу включиться в молодежную группу Европы. Это уже существующая группа у нас. И как мы вообще сочетаем группу, где есть ветераны и новички? Я не могу ответить на такие вопросы, такого типа, как нам организоваться в группе, между группами. Потому что я не понимаю, я не знаю эту тему, это не имеет отношения к знанию науки кабала, это относится просто к самой организации. И я на это ответить не могу. Я не знаю. Если это конкретный вопрос о чем-то, может быть, да, но как нам организоваться между двумя группами, я не знаю, ни ту группу, ни ту группу. Не знаю, что ответить. Это больше касается желания существующей группы принимать новичков к себе. Как мы можем поднять желание, когда группа уже существует? О, как мы можем поднять желание существующей группы, чтобы принимать в нее новичков? Такой вопрос, да? Вам надо понять, что без новичков, новых членов группы вы не сможете продвигаться. Если вы не заботитесь о том, чтобы расти, это против природы. Мы всегда во всем, когда мы хотим решить о чем-то, понять, что-то, сделать что-то, нам надо проверять, идут ли наши действия в соответствии с природой или нет. Природа вся заботится о развитии, рождении нового, развитии нового, расширения. Если вы не заботитесь о том, чтобы у вас были новые члены группы, расширения, развития, вы идете против тенденции природы и не сможете существовать на протяжении долгого времени. Нужно принимать новых людей. Кроме этого, мы сегодня говорили об этом на семинаре, что называется, расти. Спасибо вам, Раф. Вопрос, который беспокоит меня последние 4 часа и также после вчерашнего семинара, я думал об этом. Мы пытаемся сконцентрироваться друг на друге, слышать друг друга. И тогда вы сказали, что часть групп не пытается, часть групп не пытается извлечь ответ из центра группы, чтобы найти общую силу. И вопрос такой. Может быть, мы не соблюдали законы семинара, есть что-то другое, за чем мы должны следить? Чего недостает на семинаре, чтобы мы могли прийти к этому, поскольку мы на самом деле приложили много усилий, чтобы достичь этого? Вы можете ответить на этот вопрос? Люди думают, что в науке Каббала есть секреты. Нет никакого секрета. То, что это скрыто от нас, Творец, Духовный мир. Это скрыто, поскольку у нас нет свойств, чтобы почувствовать их. Но секретов никаких нет. Какие секреты? Тайны. Пожалуйста, все открыто. Ты можешь все раскрыть, только в твоих свойствах, которые соответствуют этому явлению, которые ты хочешь раскрыть. Поэтому все зависит от работы, от усилия, от терпения. Насколько вы вкладываете, когда закончится мера усилий, то есть полная мера усилий, которую вы выдадите. Это аккумулятивный такой процесс, когда все время эта мера накопления растет. Когда вы придете к состоянию, когда вы наполните всю меру усилий, все раскроется. И вы поймете и увидите нечто. Да, я понимаю это. Но семинар — это средство для того, чтобы мы отменили себя. И для того, чтобы почувствовать Творца. Если бы мы это делали правильно, у нас бы была такая возможность, но чего не доставало нам там в ощущении, чего мы не сделали согласно этим законам, чтобы достичь этого раскрытия, или ощущения высшей силы. Вопрос некорректный. Если мне не удалось, я не спрашиваю, почему мне не удалось. Есть тысяча причин. Творец нам так это устраивает. А мне надо только знать, как продолжать дальше. Мне нельзя смотреть назад. Я научиться не могу тоже из прошлых ошибок вести себя более правильно впереди. Я должен идти выше знания. То есть вперед и все. Только делать это, насколько я больше могу, в отдаче, с большей чистотой. Это называется духовной работой. Когда я не делаю расчетов, я сделал так тогда, а сейчас я буду делать так, а может быть это больше будет, вот так лучше, а может быть я благодаря этому войду. Нет. Так мы не делаем. А если я хочу решить что-то делать, я должен просто с чистого листа, в чистом месте делать максимум, который не связан со мной, без расчетов. Пожалуйста. Здравствуйте, Раф. Меня зовут Хана. Я родился в Италии, но сейчас я живу во Франции. Я являюсь частью французской группы. И вопрос, как мы должны продолжать дальше нашу работу после этого конгресса. У нас должен быть какой-то конкретный проект, когда мы должны поехать рассминять где-то на набережных, когда приезжают семьи со всей Европы. Или же мы должны сконцентрироваться на работе по объединению, прежде чем мы выходим на это рассминение. Или может быть делать это параллельно? Спасибо. Не знаю. Я не живу в Европе. Не знаком, что здесь происходит. Очень-очень издалека знаком с людьми. Я не могу сказать вам, можно ли вообще здесь сделать такое, как семинар, на каком-нибудь пляже, где там люди отдыхают. Можно ли организовать между ними какой-то семинар, чтобы они сидели, разговаривали о жизни. Не знаю. Насколько я знаю, европейцев это очень тяжело, если вообще возможно. Я не могу сказать вам. Вам надо самостоятельно исследовать все ваши условия и посмотреть, что лучше. и спросить, как это работает в Северной Америке, в Южной Америке. Пытаться. Пытаться. Может быть, это уже работает в некоторых странах. Может быть, наши товарищи из Германии, из Испании уже делают это. Но я не могу сказать ничего. Имеет в виду, что в Хорватии хотят это сделать. Хорватия – это другое. Это не Англия и не там страны Бенилюкса, Скандинавия. Это Хорватия. Это славяне. Это легче. Надо учиться, как это делать. Я не знаю. Надо знать характер людей и пытаться соответствовать этим. Пожалуйста. Спасибо, Раф. Дорогой Раф, я бы хотел задать вопрос от имени нашей группы. Вопрос рекомендуйте вы нам продолжать постоянно пользоваться постоянными переводами или поделиться на собрать общую группу или же поделиться на группы согласно языкам. Вы спрашиваете просто о состояниях, в которых я не нахожусь, я не могу сказать. Это вы должны решить? Что лучше для достижения цели? большая группа. Большая группа? Сильная группа? Да. Но? Это но нужно взвесить. Я не знаю. Я не знаю. Не могу сказать. Я могу испортить какие-нибудь вещи. Это вы должны решить. постарайтесь, чтобы это было самое удобное, хорошее и надежное. Главное, чтобы максимальное количество людей были довольны, но голосовать исходя из достижения цели, а не просто, чтобы было удобно. Да. Добрый вечер, Раф. Здравствуйте, Раф. Здравствуйте, Раф. Я из Братиславы, из Булгарии. Я ученица Европейского Лернинг-центра. Как найти баланс между желанием заниматься каббалой и уделять внимание семье? Это в каждой семье свое. Я думаю, что если я нахожусь в семье, которая сопротивляется в моей учебе, я должен сказать простую вещь. Я готов сделать все, только чтобы я могла продолжать учиться. И тогда все мое вложение, все мое самопожертвование будет считаться как большое усилие в пути. Стараться сделать так, чтобы семья понимала, что она от этого выигрывает, от того, что вы изучаете каббалу. Что у вас от этого есть добрая воля, что вы можете больше их любить, больше о них думать, что они выигрывают. Это надо им продемонстрировать. Короче говоря, человек, он эгоист. Не хотят, чтобы выучились. Если они увидят, что им от этого хорошо, они согласятся, чтобы вы учились. Но надо идти на жертвы. В том, что вы готовы отказаться от чего-то, только чтобы они дали вам учиться. Пожалуйста. Я Эдин из Германии. У нас есть вопрос от десятки о предложении процесса распространения в Европе. Нужна ли нам какая-то организационная комиссия в Европе, чтобы ускорить этот процесс? А если да, можете ли вы нам помочь в рекомендации, как построить такую комиссию, такую организацию? Я не знаю, такие вопросы, на которые я не могу ответить. Почему вы мне задаете такие вопросы? Спросите о духовной работе, о группах, как обменить группы, как создавать круги на улицах. Есть здесь кто-то организует вас, кто-то понимает, что происходит в Европе. Я не знаю, поэтому не могу ответить. Здесь может быть Мошеробейну и не ответить. потому что для этого необходимо знать местные условия. Да, мы знаем, мы делаем работу по распространению. Но речь идет о построении объединения группы. Такой вид, может быть, как духовная комиссия, которая объединяет, организует нас. Это был больше мой вопрос с духовной стороны. с духовной стороны какой вопрос? С духовной стороны? Так в чем вопрос? Нужна ли нам комиссия, которая будет организовывать и координировать, помогать нам объединять группы, процесс объединения между группами Европы? Я не знаю. Это вопрос организации, а не о духовном. Просто организационный вопрос. Вы хотите, чтобы я ответил, а вы будете это делать, и будет ли это хорошо? Окей, понятно. Пожалуйста. Раб, я Луи-джи из Италии. Раб, я Луи-джи из Италии. Я задам этот вопрос от имени моего товарища Массима, который не может приехать на конгресс со всей итальянской группы. Раб, мы сейчас распространяем и каббалу и интегральное воспитание. Италии. Но есть такая область, которая находится на стыке двух этих вещей. Есть люди, которые ищут духовные пути и признают, что они часть общего целого, часть единого. Например, весь область связана с Нью-Эйджем. Вы думаете, что стоит направить распространение в этом направлении тоже? У нас есть только два языка, на которых мы можем распространять. Это язык каббалы и язык интегрального воспитания или язык науки. Можешь назвать его так. Психология, социология, каббалистические. И нет ничего больше. Люди, которые ищут Нью-Эйдж, они находятся между тем и другим. Они ближе к интегральному воспитанию. Если можно так сказать, я не знаю, что они там ищут в Нью-Эйдже. Есть там полно всяких направлений. Я думаю, что если вы будете расснять каббалу и интегральное воспитание, и они будут интересоваться тем или иным, тогда они выберут то, что им ближе. Обычно те, кто любят Нью-Эйдж, не относятся к каббале. Эти не относятся к каббале. Нью-Эйдж люди не хотят менять себя. Они готовы делать упражнения, вкладывать огромные силы в них, всевозможные методики, но не менять эгоизм. Каббала подходит тому, кто готов изменить свой эгоизм. эгоизм. Это не те, кто относится к Нью-Эйджу. Тот, кто туда приходит, не ищет, как изменить свой эгоизм, а ищет более красивой, хорошей жизни. Вот и все. Пожалуйста. У меня общий вопрос к поводу десятки. У нас десятая десятка. Товарищи спрашивают, в чем смысл круга в духовном? В чем смысл круга в духовном? Круг в духовном символизирует совершенство. Мы говорим, что свет бесконечности, его первая форма это круг, затем линия, снова круг, снова линия, снова круг, снова линия. Если вы помните, мы это изучаем, зная, что прежде чем были созданы творения и сотворены создания, высший свет наполнял всю реальность. Что это за реальность? Это круг. Не то, чтобы был круг в духовном такая форма, но это символизирует нам, что есть равенство, что есть форма, в которой ничего не выделяется, нет ничего выделяющегося, нет ничего, чтобы можно сказать, что было два или три каких-то параметра, все одно. Просто высший свет наполняет всю действительность. Форма, которая соответствует этому в нашем мире, это круг. Поэтому мы именно так и делаем. Каббалисты пользовались этой формой уже давно. это есть в этом много значений. Раф, вчера говорили, что Европа это как Вавилон. Есть ли примеры, которые вы можете дать от Ураама, от Немрода, чтобы европейского клея рекомендовать им какой-то путь продвижения? Европа, да, она очень особо. Она очень похожа на Вавилон. Скажем, 35 государств. У каждого свой язык, своя ментальность, они очень отличаются между собой и они относятся к Единому континенту. Пока что невозможно различить между ними кто среди них лидер, как Аврам в Вавилоне. Не знаю, стоит ли сравнивать это с Вавилоном. В Торе ничего не сказано о лидерстве. Мне кажется, что мы продвигаемся правильно и можем думать так, что в ближайшие годы этот капиталистический мир в итоге сломается. Совершенно невозможно будет продолжать так существование дальше. И весь процесс развития приведет эти страны к такому состоянию, когда они должны будут себя ограничить рациональным потреблением. И здесь, я думаю, что весь процесс управления, процесс соответствия, вообще, что произойдет и в Европе, и во всем мире, как мир перейдет с капиталистической системой, к системе рационального и равного потребления, это возьмет на себя мировая группа Найбаруха. Вместе со специалистами всевозможных уровней в области социологии, политологии, экономики. Проблема состоит не в том, чтобы организовать жизнь заново согласно принципам нового общества, а проблема состоит в переходе, потому что согласно нашей природе, мы находимся на животном уровне. Люди представляют собой животных согласно своему телу, поэтому как животные мы должны пользоваться всем, что есть. И я должен наполнять свое тело теми вещами, которые ему требуются, не более того. ты не должен давать корове более чем траву, а лошади или ослу зерна пшеницы. И кроме этого им нужна вода, и ничего кроме этого. Телу человека ты должен давать то, что подходит ему, то, что является хорошим для него, и не более того. Не переходить границы, когда мы изготавливаем и выбрасываем. природа приведет нас к состоянию, когда мы должны будем измениться и прийти к гармонии с природой. Закон равновесия с природой, закон подобия свойств заставит нас ограничить себя и выпускать только то, что нам нужно на самом деле. переход из теперешнего состояния в состояние, которое должно быть, неизвестно мне и неизвестно никому. Это может произойти или с помощью больших войн, или благодаря тому, что мы пользуемся силой света, силой природы, которая всё выстраивает, но не во власти человека произвести этот переворот, этот переход правильным образом. И поэтому я думаю, что в этом переходе должна действовать сильная группа каббалистов, которая сможет привести к раскрытию света таким образом, что человеческое общество с помощью интегрального воспитания сможет реализовать сама все необходимые действия для того, чтобы перейти к новому состоянию. Это вместо Моше Рабейну вместо Авраама. Пожалуйста. Большое спасибо, Раф. Добрый вечер. Раф, учитель из Турина. Мой вопрос. Единственная часть, что мне дается исправление, это я. Если я прошу исправление за себя, это эгоистическая просьба. Конечно. Правильно. Да, это правильно. Запрещено требовать собственного исправления. Конечно. Почему Творец должен исправлять меня? Он испортил меня с самого начала. Почему я должен теперь просить у него, чтобы исправил меня? Нет. Это неправильная молитва. Какая молитва должна быть? То, что мы с вами изучаем? Молитва многих. Что это значит? Молитва за многих. Мне запрещено просить за себя даже исправления. рак 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 авур ахай ахирим а только за других. Чтобы им было хорошо по-всякому. Для того, чтобы это доставило наслаждение Творцу. Это должно быть конечным результатом. Но за себя просить запрещено в любом случае. Поэтому я говорю вам обратить внимание на мнение, на семинары, на всю совместную работу. Этого не достает всей Европе. Это очень не хватает этого. Да? Спасибо. Добрый вечер. Раф Меня зовут Лариса и я из Нью-Ренбергской группы. Good evening, Раф. Лариса from Newark. Вы сегодня сказали, что я это мера независимости. Today you mentioned that I am a measurement of independence. What can I measure, perception? Измерить? Как я могу что-то измерить? Такого нет. Я ничего не измеряю. Вы эгоистически подходите к духовному пути и хотите там управлять, властвовать. Это не пойдет. Пожалуйста. Можно продолжить? на следующем уроке вы сказали что мы должны отменить все. Then you mentioned that we as a person. Мы знаем, даже мысли у нас нет. The next lesson you mentioned that we are to move by everything. единственное что мы можем оставить это точку в сердце. Но точка в сердце это тоже творец. Я — это точка в сердце. Это не Творец, это Я. Все, что вы сказали сейчас, почти все неверно. Но мы не можем сейчас начать обсуждать всё это. Я не говорил о том, что вы сейчас сказали. Точка в сердце — это моя точка. Она остаётся у меня. Я удерживаю её, и в ней я строю свой мир. В ней я строю Творца, раскрывая его. Эта точка и является Я. Кен? Да. Раф, здесь стоит часть Венской группы. Мы уже 15 лет с вами, и мы прошли очень сильное разбиение, и перешагнув через себя, через наше эго, снова соединились. Как нам, всей группой, помочь Европе? Потому что у нас есть опыт. Как вы это чувствуете? Как нам это сделать? Мы очень стремимся к этому. Мы уже о себе вообще не думаем. Целыми днями мы вот сидим и думаем, как помочь Европе. Но не знаем, как. Все днями мы сидим и думаем, как мы можем помочь Европе. И мы не знаем, как. Я тоже не знаю. Я тоже не знаю. Не знаю. Я говорил с многими учеными в Европе. Говорил с представителем Италии в Брюсселе. Я не знаю. Пока что это очень непросто. То, что можно сделать, я думаю, это работать в интернете. И там опубликовывать все наши материалы, насколько это возможно. Этим наверняка можно сделать хорошие вещи. Нужно научиться этому. В Facebook или в других местах нужно создать материал. Этот материал нужно проверить. Есть у нас отдел цензуры. И затем распространять. Мы сейчас как раз создаем еще одно большое отделение. Отдел распространения в интернете. Вы можете связаться и присоединиться к этому. Я не думаю, что есть какая-то другая возможность найти подход ко всей Европе и повлиять на нее. Все находимся в каких-то группах европейских. Мы все в каких-то европейских группах. Я сам лично этого не чувствую почему-то. Я не понимаю, что мы находимся в европейских группах. Вы одна группа в Венске. Но наши ребята, кто говорит на английском языке, они в разных комиссиях европейских. Понимаете? Мы в Квеце Твина. В Квеце они работают в веадах европейских. Мы не знаем, что происходит. Но все это происходит очень медленно. Я не знаю. Вы говорите все время. Может быть, это происходит. Что Европа спит, что Европа мертвая. Европа, я не знаю. Нам нужна какая-то сила. Они всегда берут эту информацию от всех этих групп. И они всегда говорят, что мы нужны какие-то силы. Как нам помочь другим группам? Я не знаю. Может быть, я не понимаю. Как мы помогаем? Я рекомендую вам делать распространение в интернете. Точка. Я могу еще раз повторить то же самое. Я знаком случайно с вашей группой. И поэтому я думаю, что именно это хорошо. Мы немножко давайте, чтобы вы сами были в нашей группе. Что бы вы сделали для того, чтобы объединить группы? Вы задали этот вопрос. Что значит объединить группы? О каких группах вы говорите, я не знаю. В Европе. Как передать им эту атмосферу, чтобы мы были как один человек? Именно в Европе. Это как раз Вавилон. У нас так много языков. Что вы рекомендуете? Я уже ответил на это, что я не знаю. Я не знаю, как выстроить одну группу в Европе. Я не знаю. В Израиле есть группа, в которой я нахожусь. Она называется центральной группой. Все остальные группы, они группы-спутники, которые существуют рядом с этим. Я не знаю, это хорошо или плохо, но так это существует. Как это будет в Европе, я не знаю, не могу сказать. Я не знаком с группами, не знаю, в каком состоянии они находятся. Есть у вас координаторы, которые ими занимаются. Они должны знать. Спасибо. Но до того, как вы собираетесь создать какое-то единство, вы должны прежде всего знать, что вы учитесь согласно единой программе, соблюдая время, согласно методике. Более-менее в каждой группе есть те же условия. Не может быть, чтобы совершенно разные группы вот так вот могли обвиниться. Теперь, что называется обвинением? Обвинение может быть только с помощью общей внешней работы, когда вы собираетесь распространять. А иначе что будет обвинением? Но группа Вены, и это вы, соединяется с пражской, скажем, группой, да? Какое-то хочется, чтобы здесь было обвинение. На основе чего? Просто написать какое-то соглашение, что вы обвиняетесь, но обвинением называется, что как следствие этого должна быть какая-то совместная работа, да? Какой-то план, цель. Нужно прежде научиться тому, что происходит. И вообще, есть ли место для этого? Спасибо. Я думаю, работа на интернете прежде всего. Она может быть и быстрой, и конкретной. Да. Группа Нью-Ринберг. Группа Нью-Ринберг. Группа Нью-Ринберг. У меня вопрос о женской работе в группе. The question about the work of the work of the people in the group. Когда женщина должна отменять себя, и когда она должна проявлять силу и быть активной. Когда это необходимо группе? Какая разница это, мужчина или женщина? Когда женщина должна отменять себя, и когда она должна проявлять силу. Так же, как и мужчина. Когда это хорошо для группы давать силу, а когда это хорошо для группы отменять себя, так нужно отменить себя. А как знаете, когда хорошо группы? Только не говорите, пожалуйста, что вы умные, вы должны знать, считайте, что я не умная. Я не думаю, что вы умная и что вы знаете. Вы должны сердцем своим войти в группу. И почувствовать, что хорошо для группы. И согласно этому действовать. Как мать по отношению к ребёнку. Вот и всё. То, что хорошо ребёнку, то и делает мать. Потому что она чувствует его, своего младенца. Так вы должны относиться к группе. Спасибо большое вам за ответ. И спасибо за всё, что вы делаете. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Раф. Я Питер из Голландской группы. Так прекрасно чувствовать желание товарищей выйти наружу на распространение. Это великая вещь. В следующий, настоящий уикенд мы всей голландской группы выходим на особую акцию про распространение. Будет особое воспитание, особый курс для 55 учителей. Это особая группа. Мы хотели вначале дать урок на 3 часа. Но сейчас выходит, что они хотят от нас такой тренинг на целых 2,5 дня. Мы будем вместе, в следующий уикенд проведём 55 учителей. Они будут потом преподавать детям с 3 до 12 лет интегральное воспитание. Мы будем преподавать этим учителям 2,5 дня. Мой вопрос такой. Можем ли мы использовать этот проект хоть как-то для того, чтобы увеличить объединение среди нас, увеличить единство в Европе? Про всю Европу я не знаю. Но что касается вас, то, конечно, вы себя ведь готовите к этой акции. Вы находитесь все в этой акции. Так что раздать должности, поручения, создать программу. Всё, что должно быть, и работать вместе в этом, чтобы каждый заботился о том, чтобы успех был у всех, у других людей. Это замечательно. Такое действие, которое может вас очень сильно объединить. Но, ещё раз, мы делаем это для того, чтобы соединить всех этих внешних людей, чтобы они почувствовали, что называется быть вместе. Потому что единственная сила – это Творец. И насколько ты сближаешь людей, чтобы они были вместе, ты приближаешь их этим к Творцу. И даже чуть-чуть, если ты произвёл между ними эту работу, сблизил их, Творец уже наслаждается, потому что Высший Свет уже распространяется среди них. Хотя они всё ещё не чувствуют это. Но он уже находится в них с большей силой, чем раньше. Успехов! Спасибо. Здравствуйте, Раф. Меня... Я Соня из Хорватии. Я хотел задать вопрос. Когда я слышал женские голоса на собрании товарищей, для меня это показалось странным. И я думаю, что была перейдена граница, которая должна быть установлена. И с другой стороны, я считаю, что должна быть внутренняя поддержка. Как это уравновесить две эти силы? С одной стороны, мы должны давать поддержку и сидеть сзади, чтобы внутренне давать эту поддержку. Потому что я чувствую, что собрание товарищей — это действие мужчин, где должна быть любовь между товарищами. И они должны выражать любовь к товарищам, а женщины должны быть сзади и поддерживать их. Вопрос непростой. Я обязан ответить на него, потому что это уже не связано с группами, которых я не знаю, или я не могу вывернуться. На самом деле, согласно природе, духовная работа должна быть отдельно между мужчинами и отдельно между женщинами. И не смешиваться. И так мы обычно выполняем ее в большинстве случаев, которые мы наблюдаем с русскими. Проблемы нет. Они сами тоже не хотят, чтобы женщины были. Женщины об этом знают, сидят в сторонке. И все организовано. В Израиле тоже нет никакой проблемы, потому что там общество все еще такое, что у женщин есть свое место. Не то, что, не дай бог, ими пренебрегают. Я просто говорю, что есть очень большая просто разница. Это женщина, это мужчина. Все. Нет вопросов. То есть мы заботимся, все даем, все делаем. У них есть все. И в духовном, и в материальном тоже, чтобы они могли делать и работать. И все. Но работа отдельно. Включая, что мы не сидим вместе за одним столом. Вы видите, что происходит у нас. Вы много раз у нас бывали. Как сделать это в Европе, я не могу сказать. Я не могу сказать. Вы можете делать то, что вы хотите внутри группы. Но потом, вне группы, это будет ощущаться. Что, допустим, вы находитесь отдельно. Здесь мужчина, там женщина. И это будет выглядеть... Это возбудит очень много вопросов. Стоит это делать? Для распространения? Я не знаю. Тут я уже могу сказать, я не знаю. Я действительно не знаю. Мне кажется, что это нехорошо. Мне кажется, что это нехорошо. Это очень сильно ограничит распространение. Где плюрализм, где равенство и так далее, и так далее. Поэтому, я думаю, что нужно пока что сохранять что-то спокойное, хорошее для тех и других. Но не мешать действительно друг другу. Я не представляю себе, как я сижу и учусь в науке Каббала, в третьих часах, которые у нас есть утром, что я сижу и учусь вместе с женщиной. Я не могу это понять. Но... Допустим, может быть. Баля-Сулам преподавал своей внучке. Рабаш учил своих дочек. Родственников можно. Попробуйте, и так, и так. Я понимаю вас. Это гораздо более здорово, и вы чище. Если мы друг друга не видим во время учебы, распространения, эти вещи тонкие. Но... Может быть, нужно отступиться. Потому что... Иначе на вас не будут смотреть. Тем более приближаться и спрашивать. Большая часть Европы такая, что там нет разницы между мужчинами и женщинами, насколько я понимаю. Это большая неисправленность, но ничего не поделаешь. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Дорогой, любимый Рад. Меня зовут Галина, я из московской группы. Меня зовут Галина, я из Московской группы. Вопрос четвертой десятки здесь. Где это? Четвертый номер? Проект распространения здоровья в Москве. Мы часто используем тему здоровья и тему врачей в распространении. Много времени в распространении мы используем тему здоровья. Мы используем тему здоровья и тему здоровья. Это интересно. И эти тему, которые мы используем тему здоровья. Потому что это важно для всех. Любой человек одновременно является пациентом. И каждый человек в то же время также является пациентом. Вопрос четвертый, что врачу дано право лечить. Так что много времени ты говоришь, что доктор должен быть право на репе. Что это за право? И как оно дано? Какое право на репе? Какое право на репе? И кто дано? Какое право на репе? Какое право на репе? Какое право на репе? Врачи, когда-то, сегодня это уже проблема, что любая профессия стала вместо того, чтобы помогать людям, помогать карману этого обладателя профессии. И вместо того, чтобы помогать людям, он помогает самому себе и все. Мы видим, как врачи делают, что они делают с лекарствами. Главное это продать, главное заработать и все. К нашему сожалению, это так. Дано врачу позволение лечить. Это было написано 3000 лет назад. Потому что врач является специалистом, который понимает систему нашего организма, и может организовать ее, выстроить, повести к состоянию гомеостаза, то есть равновесия с общей природой. когда человек и общее состояние его окружения будут уравновешены, и человек тогда будет чувствовать себя хорошо и комфортно. Врачи в те времена, о которых написано, знали эти законы и знали, как привести человека к равновесию с окружением. Потому что вся медицина основывалась на этом, потому что все были на уровне духовного постижения. И с этим у них не было никакой проблемы. Потом все испортилось, разрушение. И уже нет врачей, которым дано позволение лечить. Потому что вообще они не лечат. Это не называется излечение. Лечение. Это называется способность привести человека к равенству с окружением. Это называется телесное здоровье. Поэтому для нас это уже не имеет к нам отношения. Но тогда были врачи, которые действовали 30 лет назад таким образом, что нельзя было человеку отказывать врачу. Потому что врач тогда был, кроме этого, еще каббалистом, постигшим высшую реальность. И он видел, что хорошо для человека и приводил его к равновесию. Часть исправления, короче говоря. Пожалуйста, дамочка. Меня зовут Виргиния, я из Литвы. Я изучаю каббалу немного времени. И большое вам спасибо за ваши лекции и конгресс. Я нашла каббалу по интернету. Я училась в Европейском Лернинг-центре. Когда ты видишь людей вокруг себя, которые страдают, мне всегда хочется помочь им. Я занималась социальной работой. Я была частью международной организации в этом, национальной. И я вижу, что это не решает проблему людей. И тогда меня спрашивают, почему я сегодня на конгрессе. Вот именно это и есть мой вопрос. Обычно в жизни я очень хорошо помогаю людям. И проблема в том, что с духовной стороны пожелать. Потому что я вижу, что в своей жизни человек очень много страдает. И хотелось бы человека привлечь каббали, объяснить ему все. Я не могу призвать к этому ни одного человека. только ни из своей семьи, ни из своего окружения. Я не могу призвать к этому человеку. Я не могу призвать к этому человеку. Я не могу призвать его. Я не могу призвать к этому человеку. Почему так происходит? Я не могу призвать к этому человеку. Почему так происходит? Ведь это не только собрания. Это не просто лекция. Это не просто собрание. Это не просто лекции. Спасибо, что мне нужно. Мне improve, чтобы protect my attorneys. Потому что в этот момент не просто собрание. Надо лечь себя. Уже берите слово. Я лучше瓦 sahaja. Я всегда чувствую, что в Taiiri тусил language, это касается сердца моего. когда человек спрашивает так как как же я могу заниматься разумением если мне нужно многому научиться как я на самом деле могу коснуться сердца человека я вижу что я далека от этого и чтобы ничего не напортить спасибо раф я рад что у вас болит сердце что вы не можете проникнуть в сердце человека нужно многому научиться для того чтобы знать как пробуждать сердце в особенности чтобы у вас было нужно чтобы вас пробудилась желание возбуждать сердце людей что вы просто чувствуете что без того чтобы вы пробудили его сердце вы не делаете ничего я вообще думал что я наконец услышу к иметь вопросы о душе личной работе духовной работе я слышу вопрос о том как нам организовать группу как соединиться между группами как круг лучше сделать как нам короче говоря вопросы которые больше связаны с распространением с организацией это возбуждает вопросы у меня тоже по этому поводу почему это так да здравствуйте это вопрос одного из начинающих учеников как изменить все желания которые разрушают связи со всеми окружающими меня извините вопрос был как изменить все мои желания которые разрушают связи которые с людьми окружающими мир как изменить мои желания которые мешают моим моим связи с окружающими меня людьми и разрушают эти связи как изменить все плохие желания которые разрушают отношения с теми кто окружает меня с моими соседями а цеха тебе надо понять что тебя нет выбора кроме как прийти к любви к любви как тебе прийти к любви к ним что тебе надо делать начинай думать и отсюда у тебя будет объединение что тут тяжелого чем больше больше ты будешь думать о том что тебе надо любить человека ты вдруг почувствуешь что он становится тебе все ближе и ближе и все что тут тяжелого тебе может быть надо сказать себе что этот человек он часть твоей души у тебя нет выбора он твоя часть это проекция тех свойств которые есть у тебя допустим у меня есть кто-то кто такое что я не могу вообще терпеть но если я вижу такого человека это признак того что он находится во мне нет никого вне меня кто существовал бы самостоятельно эта проекция из меня и в таком случае я должен любить его себя я терплю почему же мне не терпеть его но если я не люблю себя я могу любить других ну если ты не любишь себя если ты не любишь такого человека который в тебе то он исчезает и исчезает тогда от того что ты видишь его снаружи тоже не может быть что ты не любишь его когда он внутри поняла то есть или ты любишь его снаружи или ты ненавидишь его по-настоящему внутри и тогда он исчезнет одно из двух у меня вопрос про группу можно задать или не стоит я не хочу сказать а ну нужно ли нам сосредоточиться на том чтобы создать единство и тепло внутри локальные группы или Если мы можем развиваться, включаясь в общие европейские процессы по распространению. Мы можем связаться с тем, что мы не связываемся с этими событиями в Европе. Габ и Ган. И то, и другое. Нам надо, конечно, заботиться о нашей группе. Я должен заботиться прежде всего о своей группе. Это прежде всего. Потому что это дом. Без этого не может быть ничего. Как у человека есть дом, жена, дети, квартира собственная. И он заботится о том, чтобы это было. Из этого он выходит на разные мероприятия, зарабатывать деньги, что-то строить, делать, помогать людям, может быть, куда-то ездить. Но у него есть дом. Вы обязаны прежде всего заботиться о том, чтобы у вас был дом. Чтобы в группе все было хорошо. Развивать группу, конечно, но до определенной границы. Не нужно делать больше, чем необходимо. Все должно быть только по необходимости. Пожалуйста. Да, дамочка. Добрый вечер, Раб. Добрый вечер, Раб. Погнал сэру. Вопрос следующий. Женщина, которая находится в Пути, и она является матерью, и она является женской частью группы. Мать, жена и женская часть группы. Как все эти роли совместить и идти вперед к цели с правильным намерением? И как мы, женщины, в Европе, несмотря на физическое расстояние, когда мы встречаемся, мы чувствуем общий хессарон, как, несмотря на физическую дистанцию, мы можем находиться вместе, встречаться. Тебе нужно еще несколько дней, несколько часов в день добавить, или что? Нет времени, силы, желания. Желания, видимо, все же есть. Нет времени и сил. Я думаю, что вы должны основать какое-то место на интернете, там, где вы можете писать коротко, чтобы каждый знал, что происходит с другими женщинами. Вы сможете помогать друг другу. Вместе какие-то работы делать по распространению, допустим. Но, по крайней мере, быть в курсе. Вам надо быть взаимосвязанными. По всей Европе. По всей Европе. Женская организация. Это хорошо. Я рекомендую так сделать. Кроме этого, стоит сделать много детей сразу, а потом уже быть свободны. Добрый вечер. Я Грация из Италии. Я хотел задать вопрос от имени Дарины. То, что касается новых учеников, мы вместе с ними можем организовать небольшие мероприятия по распространению на протяжении курсов Лернинг-центра. В чем сам вопрос? Она спрашивает в процессе учебы учеников Лернинг-центра может ли группа организовать небольшие мероприятия по распространению? Конечно. Конечно, стоит организовать маленькие мероприятия по распространению с учениками Лернинг-центра. Да. Конечно. Потому что они учатся этому. Да. Только надо посмотреть, нравится ли им это, чтобы они не уходили. Может быть, все-таки им надо немножко укрепиться. но аккуратно, если это правильный выбор, то делать, да. Я думаю, что тот, кто учится, должен выходить в конце концов на мероприятие. Это часть жизни того, кто изучает наука каббала. Да. Спасибо. Раф, вчера вы говорили о том, как после разбиения свет стал эгоизмом. Можете ли вы больше прояснить отношения между светом, желанием и эгоизмом? Если эгоизм это свет, какая надежда у меня есть подняться над ним? Если мы делаем действия подобные свету, действия по отдаче, мы поднимаемся над эгоизмом? В чем вообще вопрос? Какая проблема здесь? Мой эгоизм увлекает меня внутрь. Если я произвожу противоположные действия не во благо себе, а во благо ближнему, я поднимаюсь над своим эгоизмом. Когда я поднимаюсь над своим эгоизмом, я встречаюсь с Творцом, со светом, который находится над эгоизмом. С какой мерой света я могу встретиться? Со светом бесконечности. Я могу почувствовать свет бесконечности? Да. Только ты почувствуешь немного от бесконечности. Скажем, когда есть у тебя какой-то стакан, и ты берешь из моря, насколько ты можешь зачерпнуть, сколько у тебя есть в стакане? Это то, что ты можешь взять. Если у тебя свет нефиш, очень маленький, но будет у тебя, если ты поднимаешься над своим эгоизмом, у тебя будет свет. так это происходит? Пожалуйста. что переводчик какие-то анекдоты ему рассказывает. Спасибо. Спасибо. В продолжении его вопроса, как мы можем помочь товарищу или другому человеку раскрыть свой эгоизм и принять страдания, которые приходят к нему как нечто хорошее, вместо чтобы еще глубже в него упасть. Еще разок? Повторите, пожалуйста. Как можем помочь товарищу раскрыть его эгоизм и принять страдания, которые он ощущает от раскрытия эгоизма как плохое? Нам запрещено это делать. Нам запрещено пробуждать в каком-либо человеке его эгоизм. Или говорить человеку, стыдись, ты эгоист. Запрещено. Человек это должен сделать сам. Он должен сам раскрыть свой эгоизм. И тогда он сможет работать с ним. Я даже не желаю видеть эгоизм ближнего. Это нехорошо, если ближний мне кажется эгоистом. Это признак того, что я его не люблю. И я должен начать свою работу с того, что я люблю всех. То есть вопрос сам по себе неправильный. Как я вижу зло в ком-то другом и пробуждаю его воевать с этим злом? Нет. Я этого никогда не делаю. Ученики во время урока – это что-то иное. Но, серьезно, относительно его внутренней духовной работы – нет. Да, пожалуйста. Раф, у нас такой вопрос. Ближе к микрофону. В Европе живут также русскоговорящие товарищи, в том числе. Как могут эффективно реализовать себя русскоговорящие товарищи в распространении Европы? И как они могут распространять их роль? Где они могут распространять их роль? В лучших проектах русскоговорящего клея? Или также и в местных? Как я могу ответить вам, скажите? Что я понимаю в Европе, в русских, которые там живут, и в распространении в Европе, которые способны организовать русские? Откуда я могу это знать и объяснить? И чтобы вы затем это повторяли в любом месте, и это было правильным, что я сумасшедший? Я не понимаю, что затем вы это повернете в тысячах направлений, и скажете, что Раф это сказал, и поэтому мы делаем? Поэтому я на самом деле не знаю и не знаю, нет у меня никаких знаний того, как вы можете что-то сделать. Мне кажется, что вы вообще ни на что не способны. Я задаю вопрос по-другому. Почему вы сидите и ничего не делаете? Попробуйте. Подтолкните себя в различных направлениях. Ну, максимум, что случится. Страдали от русских. Настолько весь мир пострадал от русских, так еще немного потерпят. И французы, и итальянцы еще немного потерпят. Начните раз с мнения, посмотрим, как это пойдет. Спасибо. А вообще, зачем Творец поместил русских в такую среду с чужой культурой, с чужим языком? И есть у этого явление какое-то предназначение? Ага. Ага. приглашался, да? Ага, Творец. Это правильно. Чтобы вы почувствовали, что такое изгнание. Нет. Прежде всего, на самом деле, Творец приглашает сейчас очень делает большие изменения по всему миру. Когда-то целые народы переходили 800 лет назад. Я не помню, когда был этот период, когда народы тогда перекочевали в Европу. Люди, которые жили в Азии, в Сибири. В нашем состоянии сейчас опять начинается очень большое перемещение народов. И я думаю, что русский характер как раз хорош для распространения. Только все-таки необходимо знать, как это делать. нужно давить на местных, стоять за ними, помогать во всем, но чтобы они говорили, чтобы они были в авангарде. У нас то же самое в Израиле. те, которые приехали из России, они внутри производят всевозможные работы, все готовят, а израильтяне выходят наружу уже распространять израильтянам. Русский приезжает из Италии или из Германии распространять науку Каббала. Русский распространяет науку Каббала немцу. Интересно. Проблема, проблема, проблема. Проблема, Проблема, да, это проблема. Спасибо. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, Раф. Добрый вечер, Раф. Ивнинг. Вопрос от всего голландского Кли. Можем ли мы навредить человечеству, если мы неправильно распространяем? И каков ключ к хорошей подготовке перед акции по распространению? приносить вред называется, что ты отдаляешь Келим от исправления. Ты не можешь отдалить эти Келим от исправления, потому что они и так находятся внизу в этом мире. И поэтому нет никаких шансов что-то испортить. И если ты, скажем, не успешно действуешь, но наоборот, даже в плохом виде, если ты распространяешь, ты пробуждаешь в них тьму еще больше, чем есть у них, это тоже приближает их к исправлению. Ты, то, что называется, встряхиваешь их, и тогда все-таки приближаешь к исправлению. Главное, делать. Да. раб, раб, добрый вечер. много раз, когда вы с нами говорили, говорили, что распространять Кабалу в Израиле, это было очень тяжело, потому что само слово Каббала. Часто вы говорили нам, что возбуждают подозрения в народе. Может быть, в Европе это не так, потому что это слово как раз привлекает и интригует. А то, что связано с распространением интегрального воспитания, мы видим, что есть очень много организаций, товариществ, которые предоставляют очень много возможностей, очень много решений. Я хочу еще добавить, допустим, на последнем курсе, который был в Италии по Каббале. У нас было в начале 80 учеников, но постепенно многие ушли, осталось 20. И мы спрашиваем себя, эти ученики приблизились благодаря тому, что их привлекло слово Каббала. Но на самом деле была ли у них может быть необходимость в интегральном образовании? Какой вопрос? Я не понимаю. Ты можешь спросить одним предложением? Я вообще последнего предложения не понял. Какова его связь вообще со всем предыдущим рассказом? Рафонт спрашивает молодежное слово Каббала. У него есть хороший маркетинг в течение уже сотен лет в Европе. И в Израиле сегодня это хорошо идет. В последнее время, в последний год мы смогли изменить отношение народа Израиля к Каббале. Сегодня мы говорим о Каббале и все в полном порядке. Никто не входит в какое-то тревожное состояние и дрожь. Мы видели, что начали 80 человек учиться в молодежной группе, осталось может быть сейчас в конце курса осталось может быть 10. Может быть мы должны были делать промежуточный этап между Каббалой и интегральным воспитанием. Я не знаю. Я не знаю. Надо попробовать. Нет более умного, чем опытный. Я не знаю. Ребята, все вопросы, которые я сейчас слышу, прежде всего я сожалею. И у меня написано, я не знаю, о чем думали организаторы Конгресса. Они написали два часа вопросов и ответов. Я думал, что люди дадут вопросы о Душе, что делать в Духовном. вы делаете мне праздник еще больше, что по всей видимости вы не получаете правильные ответы от ваших начальств, от вашего как выходить на распространение, где можно, а где нельзя распространять. Это очень хороший вопрос. Я рад, но я не могу ответить на них. Я не знаком с вашим образом жизни. Как же я могу ответить? Даже в Израиле меня об этом не спрашивают. Не спрашивают. Откуда я знаю, что там в Раанане есть такой небольшой городок? 10 километров от нас. Я не знаю группы Раанана. Откуда я знаю, что происходит в группе Раанана? Как они живут? Как рассыняют? что там лучше? В каждом городе есть свой Харага. О, посмотрите, группа Раананы. Они уже привыкли спать. У них уже полодиннадцатого. я не знаю. На самом деле не знаю. Только человек, который находится на месте, учится у нас и каждый день видит, что там происходит, может и решить. Нет более умного, чем опытный. Ты не должен находиться вверху в небе. Ты должен стоять ногами на земле. И тогда ты сможешь правильно поступать. Ладно. Я был рад услышать ваши вопросы. Есть вопросы в душе. Отлично. Ты заснешь и получишь ответ во сне. Хорошо. Итак, мы сейчас ... ... ... ... Давайте споем какую-нибудь песню. Есть у вас еще какой-то вечер сегодня. Да, культурный вечер есть. Культурный вечер. Да? Мне сказали, что есть встреча холостяков, холостячек. Нет, нету. Нет? Ладно. Песня. Продолжение следует... Они во всех премьер будет, в церковь, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok